Здравствуйте. Пришла посылка с GearBest. Давайте вскроем, посмотрим. Здесь пару товаров. Один уже у меня был в свое время на обзоре, а второй я еще в руках даже не держал. Так, упаковку в сторону. Упаковано, как всегда, так себе, исключительно в пакет и больше никакой дополнительной защиты нету, что очень обидно, если честно. Тем более, что вот конкретно в этот раз я брал даже не себе, а на подарок. Было бы обидно, если бы помялось. Ну, повезло, не помялось. Здесь у меня мультитул от Ганза, маленький, и, я думаю, уже многим известный фонарик от Nightcore, Nightcore 2B. Это одна из, насколько я понимаю, поздних модификаций. Первые модификации выглядели иначе, и, по идее, это должен быть оригинал. Дело в том, что Gearbest в свое время торговал одновременно и оригиналами, и подделками. Вот такой вот бизнес по-китайски. Ну, смотрите. По-моему, упаковка абсолютно оригинальная. Очень сильно, по крайней мере, напоминает оригинал. Заказывал в голубом цвете. Если честно, на фотографиях смотрится иначе. Ну, да ладно. Ну, что, я достал фонарь из блистера. Давайте посмотрим на фонарь вблизи. Вот так все реализовано. Как по мне, довольно аккуратно. За свою цену выполнен весьма аккуратно. Единственный минус, как по мне, опять-таки, здесь несменный аккумулятор. Ну, и когда он умрет, скорее всего, фонарик придется выбросить. Хотя, вроде, по отзывам живут эти аккумуляторы довольно долго. Ну, и давайте проверим, как он светит, в конце концов. Очень это интересно даже. Ну, что, наступил вечер. Можно проверить работу фонарика. Давайте для начала включим первый режим и посмотрим. Итак, первый режим. Заявлено, что здесь один люмен. Включаем. На камеру, конечно, видно чуть тусклее. Может, даже больше, чем чуть. Да, тусклее. Но, тем не менее, даже с этим одним люменом можно при желании читать книгу. Здесь у меня почти случайно находится книга. Насчет случайно я, конечно, прошутил. Ну, в принципе, да. Текст вполне можно прочитать. Даже без какого-то напряжения зрения. Ну, пожалуй, самый интересный режим, это второй режим. В нем 45 люмен. Чтобы его включить, сперва выключим фонарик. А теперь сделаем двойной клик. Вуаля. Как видите, отличие есть. Один люмен от 45 можно, конечно, без каких-либо проблем отличить. Ну и, естественно, с таким освещением читать можно вообще без каких-либо проблем. Здесь и зрение даже не пострадает. Вот такой вот маленький, но мощный малыш. Занятная штука. Помимо фонарика в посылке, как вы видели, был еще и мультитул. Давайте посмотрим, коротко, что это такое. На самом деле, я делал уже подробный обзор этого мультитула. Это модель от Ганза номер G104S. Был уже обзор. Ну, давайте посмотрим, как по качеству у них. От случая к случаю, да. Ну, мелочно, приятно. Силикогель в комплекте. Чехольчик, кстати говоря, неплохой. Правда, есть огрехи. Давайте поближе покажу. Но вот я таким же точно мультитулом пользуюсь сам лично. Постоянно у меня в сумке лежит, точнее, в рюкзаке лежит. И как бы чехол живой. Вот так выглядит сам мультитул. Ну, в принципе, ничего необычного. Тем более, что одним таким я уже давно пользуюсь. Ну, давайте просто коротко посмотрим основные инструменты. Здесь у нас плоскогубцы. Ну, сведены неплохо. Бывает, конечно, и лучше, и надо стремиться к лучшему, но вполне рабочее сведение. Им можно пользоваться. Кстати, это, по моему опыту, самый полезный инструмент на этом мультитуле. Микротуль даже. Потому что у нее очень маленькие размеры, если кто не понял. Он очень миниатюрный. Так. Ну, тут еще куча других инструментов, полезность которых, честно говоря, под большим сомнением. Ну, вот давайте посмотрим нож. Инструменты достаются очень туго. Со временем, кстати говоря, наоборот, они разбалтываются, начинают слишком легко ходить. Опять-таки, делюсь практическим опытом использования такого же. Вот что интересно. Вообще, у Ганза есть два таких микротула. И на одном ножи очень тонкие, конкретно на этой модели. Здесь два ножа, и оба очень тонкие. А на втором, почему-то, наоборот, очень толстые ножи. В плане и обуха, и сведения. Хотя, казалось бы, стандартизация производства и все такое. Но вот, есть такие странные заморочки. Поэтому, если кому-то нужен нож с тонким сведением, то вот эта модель, она предпочтительнее. Так. Ну, здесь еще один нож, на самом деле, есть. Человеческий. С прямым лезвием. Из коробки оба режут плохо. Я даже это проверять не буду. Хотя нет, давайте все-таки проверим. А то не проверят ведь. Ну вот, как видите, ничего он из коробки не режет. Его надо перетачивать по-нормальному. Ну и не стоит надеяться, что он будет резать так же, как ножи от Ганза. Поверьте, здесь, скорее всего, стоит более простая сталька. Ну и, как результат, режет он так себе. Хотя, для некоторых нужд вполне подойдет. Для технических. Ну, остальные инструменты я даже показывать не буду. Они не интересные, поверьте. И не пригождаются. А если кому-то интересно, просто перейдите, посмотрите обзор на этот микротул. Обзор был очень подробный. На этом спасибо за внимание. Все ссылки будут под видео. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok